Виктория Нечаева 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 и процветать. Перед церемонией награждения офицерского состава и солдат с приветственным словом ко всем собравшимся обратился начальник Брестского гарнизона Евгений Зайцев. Поблагодарив всех присутствующих за достойное выполнение воинского долга, особо отметил отличные результаты проделанной работы за прошедший год, сделал акцент на высокий профессионализм нашей армии и её достойных представителей, подчёркивая важность патриотического воспитания молодого поколения личным примером. Тем более, что достойные продолжатели есть. Не желаешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. Поэтому патриотизм должен присутствовать в Республике Беларусь и должен на высоком уровне. Зачем служить в армии? Для того, чтобы защитить свою семью, защитить своих близких, родных. Лучшими представителями молодого поколения назвал отмеченных за заслуги военнослужащих Евгений Зайцев. Кстати, впервые наравне с сыновьями были отмечены благодарственными грамотами и их родители за примерное воспитание своих детей. В этом году впервые мы в рамках этого мероприятия чествуем солдат с приглашением их матерей. Сегодня эти солдаты, которые исполняют свой воинский долг, конституционный долг, это лучшие представители молодого поколения нашей страны. Это те, кто готовились к службе в армии. И их подготовка сегодня показывает, что если к этому готовиться заранее, с отличными показателями, с хорошим настроением, с бодростью, с уверенностью, эти ребята выполняют свои задачи. Поэтому мы пригласили их матерей, родных, близких, чтобы в присутствии их сказать спасибо этим солдатам и, конечно, сказать спасибо этим матерям, которые воспитали таких достойных сыновей. Я, как и любая мать, рада такой высокой оценке своего материнского труда, потому что любая мать хочет воспитать настоящего гражданина нашей страны. Готовность к самопожертвованию во имя свободы и независимости своего народа, своей земли – это то, чем руководствуется каждый из награжденных, то, чему посвящают свою жизнь. Посвящаешь себя не только себе, а посвящаешь себя другим, родине, семье. Сегодня служба не подразумевает только что-то индивидуальное, она подразумевает защиту, в общем, в первую очередь, собственной семьи, земли, на которой живешь. Наталья Луговкина, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Примером настоящих защитников Отечества для сегодняшней смены военнослужащих являются солдаты 40-х. Да, сегодня все они седовласые, мудрые, интересные дедушки. Однако в душе ветераны по-прежнему сохраняют молодость духа. 2019-й для ветеранов знаков особенно. В этом году исполняется 75 лет с момента освобождения Беларуси. Кроме того, в эти морозные дни участники событий более чем 70-летней давности вспоминают тех, кто пережил блокаду Ленинграда. Большое памятное мероприятие на текущей неделе собрало в стенах Российского Центра Науки всех тех, кому небезразлична судьба края. Анастасия Анастасия Ноздрин-Плотницкая с подробностями. Быть благодарными потомками и достойными преемниками ветеранов Великой Отечественной войны – это главный ориентир для сегодняшних поколений людей, проживающих на территории стран бывшего Советского Союза. Сложно найти семью, которая бы не коснулась со страшной трагедии. Однако она была, есть и будет в памяти внуков и правнуков солдат 40-х. Да, многих из них уже нет в живых. А те, кто рядом – постоянные участники большого количества памятных мероприятий. В День Защитников Отечества их подвиг вспоминают как истинный образец мужества. В Российском Центре Науки и Культуры, где прошло большое мероприятие, посвященное приближающемуся празднику и 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, эти гости ждали особенно. На сегодняшний день порядка 20 человек всего осталось, блокадников, проживающих в Бресте непосредственно. Но, тем не менее, они бодры, они полны энергии, готовы приходить, готовы рассказывать, делиться с молодежью. Поэтому мы рассчитываем, что они всегда будут нашими партнерами, нашими друзьями. Мы продолжим эту работу вместе с ними, доносить до поколений ту информацию, которой они владеют. В этот день в стенах Центра его гости могли познакомиться с уникальной выставкой, посвященной Ленинграду. Современный взгляд на то, что было в 40-е и сохранилось до сих пор, позволяет прочувствовать боль той трагедии и гордость за память через года. Первой задачей ставил изобразить город-герой Ленинград. То есть, вот на этих работах изображены те здания, которые в таком же виде были во времена блокадного Ленинграда. То есть, люди их видели точно такими же, немножко, может быть, другими глазами. Поэтому я сделал некоторые работы не слишком такие парадные и праздничные, а такие немножко, чтобы тревожные, было определенное чувство тревоги. Но, одним словом, это все под настоящие, аутентичные виды Санкт-Петербурга, Ленинграда, моего любимого города. В мир военных баталий гостей погрузила выставка миниатюр, в народе называемых оловянами-солдатиками. Уникальная техника их изготовления требует ювелирного владения кистью и красками. Каждый экспонат расписан вручную. Все это еще больше погружало публику в эпоху 40-х. Военные миниатюры, выставка работ художника и, конечно же, хорошая русская песня, военный мотив. Все это привезли в Брест руководители проекта «Русский калейдоскоп. Доблесть русского воинства». Мы сюда приезжаем уже как к родным людям и открываем для себя Брест заново. Вчера у нас была экскурсия по Брестской крепости Форду номер 5, так он называется, и по улице Советской. Мы знаем, что Брест – это город фонарей. Вчера нам повезло посмотреть, как зажигаются фонари. Нам повезло пройтись по улице Гоголя, мы в него влюбляемся все больше и больше. И всегда такие улыбчивые люди, доброжелательные, как будто они нам очень хорошие друзья. Хорошим продолжением тематического вечера стал концерт военно-патриотической песни, где прозвучали самые популярные мелодии военных лет. Анастасия Нездрин, Плотницкий, Эдвард Бакунович, Антон Луговкин. Итоги недели. К другим темам. Сохранение исторической памяти – залог будущего. Эта цитата прошла красной нитью через встречу председателя гуросполкома Александра Рогачука с представителями еврейских общин. Сегодня взаимодействие в этом направлении вышло на новый уровень. Во многом благодаря последним событиям, когда строители комплекса «Прибургский квартал» в процессе возведения новых домов и благоустройства прилегающей территории обнаружили в земле человеческие останки, как было установлено позже, еврейского населения, расстрелянного здесь в начале войны. Анастасия Нездрин, Плотницкая продолжит тему. Встреча председателя Брестского горы с полкомом Александра Рогачука с представителями иудейских общин с первых минут получила рабочий характер. На повестке – деятельность в городе общественных организаций, а также перспектива найденного недавно захоронения останков, расстрелянных здесь в годы войны евреев. Факт удалось установить в процессе строительных работ. После сноса старых конструкций здесь должен был появиться новый комплекс – «Прибургский квартал». Сейчас деятельность приостановлена. Поисковую деятельность на объекте проводят специалисты. К сожалению, это не метафора, но старая часть города Бреста во многом, на самом деле, стоит на костях. В силу исторических событий XX века, в разных исторических подтекстах есть захоронения Первой мировой войны, есть захоронения жертв гетто, есть захоронения тех агрессоров, которые шли на нас. И, в принципе, это все есть сейчас, на данный момент. Мы уверены, что это не последняя трагическая находка, поэтому должны наработать четкий, понятный алгоритм действий, прежде всего, исходя из уважения к тем людям, которые пали в ходе этих исторических событий, уважения к их религии. Пока на объекте идут поисковые работы, представители иудейских общин, руководство города должно выработать механизм, как работать в таких ситуациях дальше. Что нужно сделать для того, чтобы останки безвинно погибших людей, а их на сегодняшний день обнаружено уже более 500, обрели свое пристанище. Это важно не только для иудеев всего мира, но и для брещан, которые должны знать историю своего города. Хочу отметить ответственность инвестора, который практически сработал мгновенно, когда обнаружены были останки. Хочу отметить конструктивную позицию нашей еврейской диаспоры, которая консолидированно просит нас продолжить эту эксгумацию, сделать перезахоронение. И мы не позволим и спекулировать точно на этой теме, а попытки спекуляции мы видим. Практически, если оставить ситуацию так, как есть, тогда наш город во многом в центре, в части будет каким-то кладбищем. Поэтому здесь эта тема очень тонкая. Мы готовы к диалогу, и эту работу будем продолжать. Сегодня в городе функционируют три официальные еврейские общины, представители которых ведут активную общественную работу. Каждое объединение имеет свои конкретные цели и задачи, главная из которых – консолидация во имя общей памяти. А память эта едина с памятью горожан. В свое время в Бресте проживало большое количество евреев, а потому эта история не будет пущена на самотек. Наоборот, она станет еще одним ярким примером толерантности и дружественности двух народов. И работа эта будет продолжена. Фактически мы получили ответы на все те вопросы, которые у нас были. В частности, по этому конкретному, и не только по этому вопросу. По вопросам взаимодействия города с еврейскими организациями нашего города, соблюдения традиций, особенно в плане того, что обнаружилось в Прибургском квартале. Безусловно, это вселяет в нас надежду, что все то, о чем мы говорили, все то, о чем было намечено, я думаю, все это будет выполнено. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Трудовая занятость горожан – вопрос, который находится на особом контроле у представителей вертикали власти. Важно, чтобы человек трудился, а значит, и получал хорошую заработную плату. Конечно, безработные граждане в городе есть, как есть и те, кто хотел бы качественно изменить свою жизнь. Именно для этих категорий граждан специалисты Управления по труду, занятости и социальной защите проводят ярмарки, вакансии и дни открытых дверей. Насколько эффективно сработал комплекс мероприятий в 2018-м и что нужно для того, чтобы улучшить ситуацию в году будущем? Специальное интервью с первым заместителем председателя горосполкома Вадимом Кравчуком провела Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Хорошая работа определяет многое в жизни человека. Конечно же, в первую очередь, это возможность для реализации своего потенциала. Не менее важна и доходная составляющая. Уровень достатка определяет состоятельность семьи и ее возможности. И если ни одна, ни другая составляющая не имеет успеха, каждый из нас стремится найти что-то лучшее, то, что будет соответствовать его потребностям. Помочь в этом непростом выборе уже не один год позволяет горожанам ярмарки вакансий и дни предприятий. Большая деятельность ведется и по созданию новых рабочих мест. Уровень безработицы по городу Бресту составил 0,48%. И мы будем стараться, конечно, этот показатель с каждым месяцем тоже, чтобы он либо держался на данном уровне, ну и, конечно, будем стремиться к его снижению. Основная задача на текущий год – это продолжить такую практику, потому что она имеет свою актуальность. И есть положительные примеры. Конечно же, наша задача в том числе именно предоставить нашим горожанам рабочие места, получать достойную заработанную заработную плату и повысить уровень, конечно, квалифицированных наших кадров. Сегодня социальная служба взяла на себя большой блок работы. Кроме поиска возможного места на базе управления и смежных структур ведется подготовка и переподготовка кадров по рабочим специальностям. Благодаря такому отлаженному взаимодействию желающий трудиться имеет все шансы получить ту профессию, которую бы он желал. Проводились в 2018-м ярмарки вакансий для лиц, имеющих судимость. Со стороны Брестского городского исполнительного комитета проводится ряд мероприятий и получили свою актуальность – это ярмарки вакансий и дни предприятий. В 2018-м году мы провели таких 13 мероприятий. Участвовало в ней более 300 наших горожан. 100 сразу получили свои первые рабочие места, 120 отправлены на переобучение. Остальные граждане получили направление и предложение на рабочие места. Особую актуальность получила впервые, которую мы провели в прошлом году – это ярмарка вакансий именно для граждан, имеющих судимость. В ней приняло участие 59 человек, 36 из которых получили сразу рабочие места. В 2019-м первые дни предприятий также прошли успешно. Но стоит отметить, что интерес к таким мероприятиям проявляют и представители иностранных предприятий, открывающие в Бресте свои филиалы. Например, общество с ограниченной ответственностью «Английские окна и двери». 15 участникам встречи предложило трудоустройство сразу же. Еще 20 граждан включили в группы для дополнительного обучения. Мы зарегистрировали фирму «Английские окна и двери» совсем недавно. И очень приятно, что когда мы обратились в городскую администрацию, за помощью в организации этой встречи нам помогли. Здесь мы планируем найти себе ряд специалистов, которые первыми придут к нам работать. Это станет продолжением моего дела в Польше. Практика проведения ярмарок вакансий будет продолжена в 2019-м. Графики проведения встреч размещаются на сайте горосполкома. На 1 января 2019 года заявлено вакансии более 2300. Если посмотреть в отраслевом разрезе и какие специальности, то это в основном рабочие профессии. В таких отраслях, как строительная отрасль, легкая и обрабатывающая промышленность, торговля и общественное питание. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Итоги недели. Продолжаем выпуск. В преддверии своего тысячелетия Брест щедро одаривает своих жителей культурными событиями. За два первых месяца наступившего года череда подарков для любителей классической и современной музыки, театра и кино, оперного пения и поэзии не иссякает. И это только начало. Чего ждать и что еще предстоит увидеть и посетить в ближайшее время любителям мельпомены, терпсихоры в репортаже Натальи Луговкиной. Люди говорят, что к хорошему привыкаешь быстро, но Брещане не перестают удивляться. Совсем недавно с большим успехом отгремели январские музыкальные вечера, блестая россыпью имен известных во всем мире. Оценители классической фортепианной музыки уже с нетерпением ждут открытия третьего международного конкурса пианистов, который пройдет в нашем городе с 13 по 20 марта. Это будет еще один такой серьезный подарок. Первый был январские наши вечера музыкальные. Это тоже серьезный подарок для любителей музыки, серьезной музыки города Бреста. Инициатива увековечивания памяти выдающегося музыканта Святослава Рихтера через проведение международного конкурса пианистов была подхвачена Брестским городским исполнительным комитетом. Тандем представителей Брестского областного музыкального общества и учреждений образования Брестский государственный музыкальный колледж имени Ширмы неустанно привлекают на землю Брещины талантливых и известных во всем мире пианистов. Не стал исключением и текущий юбилейный для нашего города год. Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, лауреат специальной премии президента, идейный вдохновитель многих из значимых музыкальных событий Бреста Лилия Батырева объявила о старте очередного проекта. Брест очень такое заинтересованное состояние всех музыкантов. Все хотят здесь встретиться, все хотят здесь обменяться мнением. Много концертов получается. Открытие в театре с большим концертом. Дулов будет играть концерт Брамса. Там будет выступать Константин Артем, наш выдающийся молодой пианист, который будет аккомпанировать нашей лауреатке международного конкурса Таисе Засим. В этом году появились нововведения в условиях конкурса. Коснулись они возраста участников. Впервые приедут для оценки своего мастерства музыканты 12 и 15 лет. Все конкурсанты будут разделены по трем группам. За неделю, конечно, мы услышим лучшие произведения композиторов мира. Перед нами выступят молодые пианисты, но это действительно известные пианисты. То есть в конкурсе будут участвовать молодые, а концерты будут и признанные мэтры показывать свои исполнительские способности. 20 марта на сцене Брестского академического театра драмы состоится награждение победителей и гала-концерт уже признанных мастеров. А желающие побывать на мероприятии уже сейчас могут следить за афишей. Это были итоги недели на Бук ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Субтитры предоставил DimaTorzok Кратковременные осадки. Мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, умеренный, днем местами сильный, порывистый. Около нуля прогнозируют синоптики на утро, днем до плюс шести. Субтитры предоставил DimaTorzok